Привет. Начну с того, что я купил старый редуктор, долго выискивая его по объявлениям. Смотрел только в сторону бушных, потому что новый стоит немалых денег. Попался за приемлемую цену с электромотором. Продавец заверил, что на выходе 40 оборотов в минуту и двигатель на 1500 оборотов. То есть редукция, по его заверениям, должна составлять 1 к 38, что прям очень хорошо для моего проекта. Снимаю заднюю крышку на электромоторе, чтобы проверить вручную соотношение редукции, заявленное продавцом. Вращая вал электромотора, я насчитал 25 оборотов и 1 оборот на выходе редуктора. Далеко не 38, как хотелось бы, но 25 может тоже будет неплохо. Снимаю верхнюю крышку, чтобы подключить и проверить двигатель. Для соединения 3 провода обмотка вся замаслена, но все же попробую. Запускать буду через спуск и рабочий конденсатор. 220 на 2 концевика с двигателя и один контакт с конденсатора на один свободный концевик и на один любой другой, к которому подсоединено 220. Электродвигатель оказался полностью рабочим. По ощущениям, там далеко было не 1500 оборотов в минуту, а около 1000. И действительно, на выходе редуктор выдавал 40 оборотов в минуту. Обозначений на электродвигателе никаких нет, но можно предположить, что его мощность составляет не более 750 ватт. Использовать его в моем случае, увлечет за собой ряд технических трудностей. Снимаю звездочку с вала редуктора, которая посажена на шпонку. Буду использовать ее для изготовления вала шнека. Для заготовки витков купил диск дороны диаметром 430 мм и толщиной 4 мм. Для расчета витков скачал программу в плей маркете, в которой вам всего лишь нужно ввести три значения. Первая длина витка, второй внешний диаметр и третий диаметр отверстия. Далее по рассчитанным параметрам приступаю к переносу размеров на заготовку. Так как я буду делать шнек конусом, рассчитал три разных по размеру витка. Сверлю по одному отверстию на деталь для врезки плазморезом и вырезаю. На токарном подгоняю внутренний размер с соответствующим расчетом. Три заготовки теперь нужно разрезать болгаркой по ранее очерченным линиям. Чтобы витки состыковать между собой придется также подрезать внешнюю сторону. Для дальнейшей работы металл придется раскалить, потому как это сталь 65Г и просто так деформировать не совсем получится. Это, наверное, самый простой способ, чтобы не изготавливать для этого какие-то приспособления. Процесс формирования витка происходил в несколько подходов с нагревом. Как только заготовка остывала, уже было невозможно с ней что-то сделать. В итоге я добился нужной длины витка с помощью тисков и молотка. После приступил к остальным заготовкам по такому же принципу. Признаюсь, с большими деталями пришлось повозиться. Сделать это было уже сложнее. Можно было поступить проще и купить готовые витки. Они есть в продаже. Но поскольку мне было важно показать весь процесс изготовления, пришлось заморочиться самому. Перехожу к звездочке, которой нужно приспособить подвал шнека. Вырезаю шайбу из толстого металла и далее отрезок кругляка диаметром 40 мм. Привариваю шайбу к кругляку и после обтачиваю под размер посадки в звездочку и обвариваю. Кругляк оказался корявым и пришлось сточить больше, чем планировал. С противоположной стороны от звездочки протащил в размер под посадку подшипников. Обрезал лишнее и вал готов. Теперь же втулка под подшипник, благо в запасе подходящий кругляк диаметром 60 мм. С обратной стороны предусматриваю отверстие, которое позволит без проблем демонтировать подшипники в случае необходимости. Втулка готова, далее можно приступать к сборке витков. Поскольку ранее при нагреве произошел отпуск металла, придется произвести закалку. Загрузил горн дровами, включил поддув и закинул витки. После по обычной схеме охладил в отработанном масле каждый из витков. Напоследок вернул детали в горн к догорающим углям для отпуска металла, чтобы избавиться от хрупкости и внутренних напряжений металла. Пару часов спустя все зачистил и принялся собирать шнек. Витки стыковались нечетко. Единственный вариант поджимать в тисках и прихватывать сваркой. Ну а дальше оставалось обварить полностью со всех сторон. На стыках сварочный шов зачистил, там должно быть все гладко. Шнек готов, по впечатлениям достаточно трудозатратный процесс изготовления и хорошо, что он позади. Теперь можно приступать к корпусу под шнек. Из толстостенного металла остались вот такие вот заготовки с ранних походов на металлоприемку. Нужно вырезать боковые стенки и низ корпуса. Под сварной шов снимаю фаску на пластинах, после стыку с помощью магнитов и свариваю. Предусматриваю пару укосин для усиления боковых стенок. Два отрезка уголка для размещения верхней части корпуса. Вырезаю пару прямоугольных деталей толщиной 12 миллиметров. Сейчас необходимо выставить втулку таким образом, чтобы эти детали были расположены ниже центра и приварить. Во втулку запрессовываю пару подшипников закрытого типа. В пластинах по краям нужно просверлить по одному отверстию для крепления. Ставлю на корпус, прихватываю и одним разом сверлю сквозные отверстия. После рассверливаю большим диаметром отверстия в уголках для возможности центровки втулки с подшипниками при установленном шнеке. Далее необходимо заготовить квадратную трубу для рамы, на которой будут размещаться все агрегаты. Верхнюю часть в торцах решил сделать с углами под 45 градусов, чтобы не использовать заглушки. После поперечина под установку корпуса шнека. Вся конструкция должна быть разборная, поэтому для корпуса предусматриваю лапы крепления с того же уголка. После можно поставить редуктор со шнеком и определиться с расположением поперечин под него. Из-за большей высоты редуктора по отношению к корпусу шнека поперечины привариваю к нижней части рамки и после сверлю отверстия. Шайбами под основание редуктора пытаюсь поймать нужную высоту. Настала очередь привода, который будет тянуть этот аппарат. Бензиновый 4-х тактник, который неоднократно принимал участие в моих проектах. 200 кубиков и 6,5 лошадиных сил, что в переводе на киловатты 4,4. Также под крепление дополнительно одна поперечная труба с последующим свариванием. По высоте валы почти сходятся, но теперь нужно вытащить муфту для их соединения. Размечаю стенку муфты под отверстия, чтобы в последующем была возможность зафиксировать ее установочными винтами. В месте крепления на вал электромотора сверлю по месту, чтобы потом не промахнуться и после нарезаю в отверстия крезьбу. Такой вариант крепления выбрал из-за невозможности сделать шпоночный паз в муфте. Остается просверлить отверстия в раме под крепление бензинового двигателя. Также подкладываю пару шайб для компенсации высоты расположения. Вроде бы все соосно, можно разобрать и приступить к дальнейшей постройке рамы. Отрезок трубы, в котором посередине вырезаю отверстие коронкой, чтобы можно было получить полукруглый край после того, как разрежу его пополам. Дальше заготовка остальных деталей для всей конструкции останется только приварить. Ножки в торцах с таким закруглением я предусмотрел подоси, которые еще нужно будет выточить из заготовки кругляка. Размещаю оси на свои места и привариваю. Также соблюдая соосность этих деталей. Рама готова, но такая длина рамы, мне кажется, не будет иметь достаточной жесткости в месте установки силовых агрегатов. Это все, что осталось из профильной трубы и вроде как этого хватит на диагональные перемычки. Под упоры подготовил пару отрезков для размещения между поперечинами. Короткие отрезки станут под корпус шнека. Длинные под расположение редуктора. Так выглядит рама в завершении, можно одевать колеса на оси. Диаметр колеса 250 мм. В данной конструкции это, наверное, минимум для удобного перемещения всей рамы с навесным. Опять размещаю все агрегаты на раму для дальнейшей сборки. Следующим на корпус шнека необходимо сделать упорную пластину. Использую листовой металл 8 мм. Для крепления необходимы продольные отверстия, чтобы обеспечить возможность регулировать пластину по отношению к виткам. После фрезеровки размечаю отверстия под болты, сверлю и прикручиваю саму пластину. Теперь можно заняться заточкой самого шнека. Поскольку толщина витков небольшая, решаю заточить лепестковым диском на болгарке. По надобности прокручиваю шнек, вытягивая шнур стартера бензинового двигателя. Угол заточки примерно под 45 градусов. Можно сделать и острее, но износ режущей кромки увеличится. После заточки решаю проверить, как поведет себя ветка при попадании в корпус со шнеком. Не имея опыта сборки таких аппаратов, интуитивно непросто представить, как это в конце концов должно быть встроено. Ветку перекидывала на противоположную сторону и дальше с ней ничего не происходило. Хорошо, значит нужно переставить упорную пластину на другую сторону, чтобы она удерживала ветку. Пластина размещена с минимальным расстоянием от кромки витков. С тонкой веткой также ничего не получилось, быть может нужно попробовать с веткой потолще. Вроде ее начало подхватывать, но не особо успешно. Было видно, что не хватает упора под саму ветку. Очевидно, что с высотой корпуса я переборщил и теперь необходимо сделать горизонтальный упор поперек корпуса. Снял корпус и приступил к изготовлению упора. По форме это должна была быть небольшая трапеция, чтобы при размещении пластины она легла под наклоном. Прихватил на несколько точек для дальнейших испытаний. Для необъемной ветки этого также оказалось мало, ничего не работало. Теперь уже точно стало понятно, что упор по диагонали также необходим. Форма также трапеция, что позволяло минимизировать зазор между режущей кромкой витков и стенками. Ну наконец-то на тонкой ветке показала хоть какой-то результат. Ее затягивала и подрезала, правда не до конца. Ветку потолще тянула, разрезала и крошила, но было видно один нюанс, который сейчас придется устранить. Из восьмерки вырезала прямоугольную заготовку, которую приварю непосредственно к валу, где заканчивается виток. Сейчас двигатель работает на минимальной скорости. Ветку тянет и пластина ломает на выходе то, что не дорезает шнек, потому как там присутствует небольшой зазор. Дополнительно вырезал усилитель под пластину на валу для большей ее жесткости и все проварил основательно. Вот так теперь выглядит корпус спереди и сзади с правильными упорами. При вращении вала против часовой стрелки мне этот вариант показался оптимальным. Чтобы затягивало ветку с левой стороны, пришлось бы мудрить с упорами иначе. Остается проварить сплошным швом пластины, которые держатся на прихватках. В место, куда тонкая ветка проваливалась, дополнительно приварю вставку, уменьшив зазоры. От такого количества сварки стенки чуть потянуло вовнутрь, но это никак не сказалось на его работоспособности. Вырезал шаблоны для заглушки переднего и заднего торцов корпуса. Обрисовал на листе металла, вырезал детали и после приварил на свои места. Поставил обратно корпус и могу приступать к изготовлению кожуха. Также корректирую размеры на картоне, чтобы из металла вырезать уже проверенную деталь. Кожух будет состоять из двух половинок, на каждой из которых сделаю продольный разрез, чтобы было легче их сгибать. Также вырезаю две полоски под лапы крепления самого кожуха с отверстиями подкрепления. Окончательную стыковку деталей произвожу на месте с установленными болтами в отверстия и потом привариваю. Кожух шнека готов, теперь хотелось бы сделать отвод рубленой ветки. Выбрал самый простой вариант, который не заключался в принудительном ее выбрасывании. Листовой металл двойка, определившись с размерами, вырезаю несколько деталей. Идея состояла в том, чтобы рубленая ветка падала в лоток и скатывалась в сторону. В случае с принудительным выбросом пришлось бы делать лопасти, корпус, но в общем получилось бы позатратнее. Поэтому я отказался от этой затеи. Лоток готов и теперь его можно прикрепить на раму по два болта М6 на одну сторону, предварительно протверлив отверстия. Установка завершена, пока еще в работе не испытывал. Но то, что меня в конце концов не устраивало перед запуском, так это муфта на соединении двух валов. Точнее, те самые установочные винты, которые я поставил в самом начале. Снял двигатель, освал муфту и посмотрел на состояние вала после работы. Были видны небольшие следы от винтов, от боковых нагрузок, так делать было не нужно. Расширяю чуть диаметр отверстий на муфте и после вырезаю болгаркой вдоль полоску. Одеваю муфту на вал, а в прорезь вставляю пластину с попаданием в шпоночный паз. Прихватываю точками, снимаю муфту и провариваю хорошенько уже в стороне. Хвостовик вала электродвигателя чуть расфираливаю, увеличивая диаметр до 8 мм. Также увеличиваю резьбу на муфте до М8. После сварки муфту обрабатываю на токарном станке, убирая все неровности. В итоге получилась муфта со шпонкой внутри на вал бензомотора. Посадка свободная, с минимальным люфтом, вот и решилась проблема со шпоночным пазом. Фиксация муфты к валу электродвигателя теперь на болтах М8. Нарезаю круглую трубу диаметром 3,25 дюйма. Вместе с трубой покупал пару отводов того же размера. На сварочных магнитах произвожу сборку будущего элемента. В отрезках трубы большего диаметра делаю разметку под отверстия. Привариваю по одной гайке над отверстием. Далее эти детали расположил по бокам рамы и приварил. Получилась такая вот рукоять для перемещения аппарата. Плюс эту рукоять можно задвинуть, чтобы не мешало. Измельчитель веток наконец-то готов, приступаю к покраске. Покрасил и добавил еще один кожух, чтобы ветка не вылетала наружу, а падала в лоток. С нетерпением перехожу к испытаниям. Во дворе остались полугодовалые ветки от подрезки деревьев. Немного разогрею двигатель, чтобы перейти на рабочие обороты. Начал с мелких веток диаметром около 20 миллиметров. Продолжение следует... Теперь более серьезная. Диаметр примерно 35 миллиметров. Продолжение следует... Также видим, что некоторые обрезки все же падают под раму. Но это небольшой процент от всех перемалываемых веток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему не былоransferenz? взял камеру в руки и начал выбирать самые толстые ветки которые были наличие Сверху в руке и в руке Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сильно ветвистые, из-за того, что пролежали более чем полгода, потеряли эластичность ветвей, немного упирались и приходилось их подправлять, чтобы всю ветку затянуло. В общем, решил снять кожух, чтобы вам было интереснее наблюдать за процессом работы. Правда, теперь обрезки полетят во все стороны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...